Альдо проиграл. Он испытывал на себе необычное давление, и в момент поединка, может быть, 9 раз из 10, если мы повторим все, вы проиграете, но именно в тот вечер, когда бой будет занесен в статистику, вы можете победить. Это характеризует чемпиона, рассказал Сен-Пьер. К слову, о чемпионских качествах высказался и тренер Сен-Пьера. Он тоже был на подкасте. По его словам, победа Хабиба над Конором, когда наш спортсмен обернул ситуацию против Макгрегора, это не что иное, как карма. К слову, сейчас в инстаграме Макгрегора все меньше алкоголя и больше работы на тренировках. Скоро он обещает вернуться. Яквинта начал понемногу задевать Макгрегора. Он считает, что Конору подбирали удобных соперников на протяжении всей его карьеры. Макгрегор занижал мои бойцовские навыки, говорил Хабибу, вау, ты завоевал пояс, победил риэлтора. Я тогда думал, чувак, закрой рот. Конору все приносили на блюдечке. Он побеждал, но на протяжении всей его карьеры в UFC ему подбирали самых удобных соперников и платили самые большие гонорары, говорит Яквинта. Яквинта и работает, и тренируется, и бьется. Все по-взрослому, заслуживает уважения, пишет подписчик. И дальше Эл рассказывает, как добился всего сам. Я как-то попросил UFC оплатить мне операцию на колени, а мне отказали, сказав, что больница, которую я выбрал, слишком дорогая. Я враждовался UFC, все равно прорвался наверх, а Конор всегда был с ними в хороших отношениях. Отмечу, друзья, что Яквинта сейчас поднялся в рейтингах до четвертой строчки среди претендентов на пояс в легком весе, и теперь очень интересно стало в этой категории. Выше только Хабиб, Тони, Конор и Парье. Ковингтон недоволен тем, что происходит в UFC. Он так и говорит, что промоушен наказывает его, а вот за что, непонятно. Говорит, почему мы не будем объединять пояса? Я, по сути, создал это невероятное событие, и вы не организуете мой поединок? Просто сумасшествие. Первый номер рейтинга полусредневесов не понимает, почему застопорилась организация его поединка с Вудли. Возможно, они наказывают меня, а возможно и Вудли. Они его так ненавидят, что не хотят, чтобы мы подрались. Они не хотят, чтобы он показал хорошие цифры продаж платных трансляций, потому что если наш бой состоится, он будет успешным. Не знаю, кого они хотят наказать, но все это неправильно, заявил Колби Ковингтон. И в итоге он не намерен принимать другие поединки. Колби интересует только Тайрон Вудли. Цитата. Я стою на своем и буду драться только в титульном бою. Руководство UFC обещало мне, что в следующем поединке пояса будут объединены. Они должны сдержать свое слово, и на меньшее я не соглашусь, подытожил Ковингтон. Пока это все, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокол, чтобы смотреть выпуски первыми. Также смотрите свежие новости у меня в инстаграме, голос ММА. А мы с вами встретимся уже совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok